Всем привет, с вами Алис Фан Блэк, и мы продолжаем проходить вампирдумскую Red Bloodlines с патчем 9.5+. В прошлой серии мы выполняли побочные квесты Санта Моники. Так мы сходили к Вандалу и освободили Лиле, после чего мы наведались к Гимблу и сказали ему о том, что «О боже, там раздают бесплатные конечности!» Тем самым Вандал и Гимбл нашли друг друга. Ну и мы тут поговорили с Карсеном, и он сказал то, что после того, как Гимбл отрезал ему палец, он, короче, однозначно не собирается больше заниматься тем, что он занимался. А он у нас сыщик. Сейчас нам осталось только сказать об этом нашему несчастному Артуру Келлпатрику. О, сенсация. Дэйви Джонса, загадочное судно, помещено в карантин. Элизабет Дэйн у нас отмечают, скоро мы на нее отправимся. А вернее на него. Все-таки приятно возвращаться в мир вампир Демаску Райт Блад Лайнс, после Outlast и Life is Strange. Как-то звучало грубовато сейчас Life is Strange. Что-то Тороадор у нас какой-то уж больно жесткий. Пробежался, а сразу две сигнализации его активировал. Ладно, сейчас квест дадим и сразу в Даунтаун, а то мы там еще не были. Привет. Что стряслось? Что у вас трясется? Я нашел Карсона, он не вернется. А что, почему? Какого хрена? Что значит, что он не вернется? А то и значит. Один тихо отрезал ему указательный палец. Указательно он ему отрезал. Да, это сурово. Сыщик мало на что. Годен без указательного пальца. Действительно. Вот черт, похоже я осталась ни с чем. Старине Артуру это дорого обойдется. А кого он должен был найти? Тут есть тип с списком обвинений в миле длиной. Ему вынесли уже три предупреждения, его подружка внесла залог, а теперь он не явился на заседании суда. Я не могу связаться с ним, ни с ним, ни с ней. Работа нужна? Угу. Ну, вряд ли это можно назвать работой, пока у тебя нет лицензии и так далее. Но пока я не найду другого сыщика, мне надо, чтобы ты выяснил, сбежал этот тип из города или нет. Похоже, это не сложно. Договорились. Отлично, хорошо. Этого парня зовут Майк Дурбин. Прозвище грязный. Его подружка внесла залог. Она живет над ломбардом Трипа. Ее зовут Мэриан Мюриетта, но я... не смог с ней связаться. Секундочку. Ну, значит, просто сходить в квартиру. Верно, а Мэриан Мюриетта живет в той шарашке над ломбардом. Он знает, где грязный Майк, куда он свалил или что там еще. Но будь осторожен, у тебя нет лицензии. Если что-то пойдет не так, я и тебя не знаю. Понятно? Да. Хорошо, возвращайся, когда что-нибудь узнаешь. Заранее спасибо. А как насчет денег за Карсона? Шикарно. Шикарно. Ну, хоть я не дал. Ладно, сейчас быстренько сбегаем. А квест я не знаю, когда сдадим, правда. Ну, я не помню. По-моему, нужно убеждение, чтобы сказать ему или что там нужно. Я не помню. Чтобы сказать, куда конкретно свалил этот грязный. Вот опять дурацкая привычка нажимать shift. Кошмар. Заодно можно проверить почту. Тут у нас пусто. Вещай. А я пока книжечку прочту. Шикарно. В общем, сбежал он в Даунтаун. Почту мне. Ничего нового у нас на почте нет. Что-то скучненько у нас. Все, осталось ему только сказать об этом. Что-то опять, вот опять затягиваем с поездкой в Даунтаун. Сохранение начали, кстати, чаще работать. Мне уже не терпится приступить к квесту в библиотеке. Но, к сожалению, до того, как мы найдем саркофаг, мы к нему не приступим. Да, мы еще в прошлой серии на склад ходили. Ну да, это совсем такой маленький квест, вообще незначительный. Ну хотя, да, я превратила поход на склад, то есть такой первый серьезный квест для нашего вампира, в какую-то, ну не знаю, пробежку с препятствиями. Ладно. А, привет, у меня и новости. Ну, удалось что-нибудь выяснить насчет грязного Майка, грязной Майки. Он удрал в Даунтаун. Ну ладно, придется нанять какого-нибудь сыщика, чтобы помог мне найти Майка. И пару других беглецов. Еще раз спасибо за помощь. Ты можешь отблагодарить меня зелеными? А, да, конечно, извини, вот держи. Спасибо. Тогда до встречи, если тебя или твоих близких когда-нибудь посадят, звони, не стесняйся. Обязательно. Ты поможешь мне их вытащить? С учетом того, что про нашего вампира, кстати, мало что известно. Ну, кроме Саманты. Итог, Насфирату Саманта не подходит. То есть те, кто там, например, рискнули первый раз проходить за Насфирату, не знаю, какой придурок будет первый раз за Насфирату проходить, но только чисто по незнанию, наверное. Те, наверное, не знакомы с Самантой. Я с Самантой знакома по очень больному поводу. Как поводу. Ну, короче, она мне маскарад понизила, и у меня охотница бегала по Голливуду. Короче, бесит она меня. Помню, как Тарас натравила на нее свою бруху. Вот это было весело. Кстати, исправлен перевод. Раньше Шабашиты говорили, типа, что давайте и сушим это, а не его. То есть обращались как к какому-то объекту. А палец ему не исправили. Мизинец на руке. Но он, конечно, четко через прическу руку засунул. В голову себе. Я не знаю, что я сегодня так продираюсь. Просто когда ожидаешь от этого патча чего-то прям особенного, потому что начитался всяких обновлений, начинаешь пытаться искать какие-то новшества почти в любом, что происходит в этой игре. Ну, почти во всем. Кстати, мы не поговорили с вами. А я решила взять концовку-пасхалку. Потому что мы ее вот так вот в прохождении не открывали. Я только делала дополнительное видео. Патчи, она должна легко открываться. Называется, к слову, Анайнси. Привет. Меня зовут Найнс, короче. Спасибо. Тебе стоит быть осторожнее, новичок. Здесь тебе не деревня. Я это запомню. Ты уж постарайся, а мне есть еще чем заняться. Почему бы тебе не навестить меня в баре Ластран сегодня? Не знаю, что тебе уже успели рассказать, но думаю, настало время услышать правду. Окей, зайду. Это коварный мир, держись подальше от неприятностей, малыш. Я запомнила его фразу, типа того, что Лос-Анджелес бьет с носка, по-моему. Он так говорит. Вот почему-то запомнилась. Я запомнилась. Вот то, как он произносит эту фразу по-английски. Ну, короче, мы сейчас к нему пойдем, он ее скажет. А куда бы лучше сначала сходить? Ну, ладно, раз уж мы направились. О, кстати, давайте начнем брать квест о разночиках чумы с Рэгента. С Рэгента. Потому что что-то мы в последнее время вообще выходим стороной. Даже в концовке за Камарилью произошла какая-то неведомая хрень. Книженцы. Не понимаю, зачем я каждый раз ее беру. Но раз дают, значит, надо брать. Как нам в одной аптеке на практике говорили, дают бери, бьют беги. Вот в этой игре это прям вот, муа, как работает. Приветствую, новообращенный. А смеешь предположить, ты получил мое приглашение? Я с нетерпением ждал встречи с тобой уже некоторое время. Я его получил. Полагаю, ты... Штраус. Максимилиан Страус. Я Рэгент от Экапелла. Добро пожаловать. Ммм, спасибо. А Капелла это че? Капелла, место, где собираются местные представители клана Трэмер. Я живу здесь, как и ученики, время от времени. Ммм, круто. А ты Рэгент, что это означает? Рэгент это глава Капелла, а также наставник молодых учеников Трэмер, изучающих таинства нашего клана. Я здесь новенький, о чем тут кругом говорят? Позволь дать мне совет, дитя. Твое выживание в обществе сородичей часто будет зависеть от твоей способности, самостоятельно узнавая, что происходит кругом. Запомни это, как следует. Ага, спасибо, папа. А что касательно происходящего в Даунтауне? Слово, что он устав у всех. Из-за родичей и смертных. Это эпидемия. Ну, у кого эпидемия, а у кого саркофакс Элизабет Дэйн? Что творится? Похоже, что болезнь тревожными темпами распространяется среди населения Даунтауна. Учитывая наши специфические аппетиты, местные сородичи более чем озабочены развитием событий. Ну, бывает. С учетом того, что, по идее, Лос-Анджелес это один единый город. Чайнатаун, Даунтаун, Санта-Моника, Голливуд. Это все его районы. Почему у вас эпидемия только в центре? В центре города. Даунтаун, центр города. Вот, блин, ну и дерьмо. Да, несомненно. Да, несомненно, дерьмо, дерьмо. Я полагаю, что это местные анархии ответственны за вспышку эпидемии. Их безудержное потворство определенными страстями нередко приводит к подобным результатам. Следовательно, они нуждаются в присмотре комарильи. Ага. Я займусь этой эпидемией. Интересное предложение. Если преуспеешь в поисках причины эпидемии и покончишь с нею, я достойно компенсирую твои усилия. Окей, я займусь. Потом разберемся, что ты мне должен. Очень хорошо. Опять же, я советую поговорить с анархами. Ты можешь найти большинство из них в местном баре, вкушающих пороки и их былой жизни. Полагаю, заведение называется Last Round. Окей, я зайду к тебе позже. Пока. Пойду проверять сочетание Торадора с прической Дамзл. Боже, я так соскучилась по тому, как она бесится. Прошу прощения. Да что ж, у меня дурацкая привычка нажимать на Shift. Это все Майлз. Майлз меня научил шифтовать. Шифтуй в любой непонятной ситуации. Прости, князюшка, тебе придется подождать. Потому что обычно я всегда в Даунтауне занимаюсь сначала побочными квестами, а потом уже всеми остальными. Оу, еее. Да блин, я хотела пробежать, чтобы он... Меня не заметил. Черт меня, зеренец, это не тот, о ком все говорят. Парень сагит плакатом Комарильи. Зачем послал князь свою шестерку сегодня, пацан? Где тут Найнс? Найнс ждет тебя. Вспомни о манерах и не забывай, что тебя пригласили. Я Скелтер. Еще раз выпендришься, именно я вытряхну твой пепел за дверь. Да сам все это придумал. До скорого. Дамзл, привет! Вот, зацените, сочетаются же, ну. У них даже длина волос, в принципе, одинаковая. Так он выше ее ростом. Смею предположить, что он... Она, наверное, ну, метр шестьдесят, метр шестьдесят пять. Но не выше. Блин, я обожаю девочек маленького роста. Шаба же загнал тебя сюда, Ками. О чем это ты? Слышала, что Найнс снова спас твою задницу. Думаешь, Лукроа бросил бы пересчитывать денежки, чтобы отвлечься и отомстить за тебя, дружок? Что ты имеешь под снова? Ками, тебя бы укоротили на голову, если бы Найнс не обратился к князю там в зале суда. Дерьмо. Похоже, Лукроа все равно в выигрыше получил в результате нового мальчика на побегушках. Обожаю эту ее фразу. У тебя что, проблемы? О-хо-хо. Хочешь узнать, в чем моя проблема? Хорошо, я расскажу тебе, в чем моя проблема. Готов? Ты моя чертова проблема. Любой, кто выслуживается перед каким-то плащом из башни, заслуживает все, что на него валится. На случай важных переговоров. Плащом? Плащи, Ками. Стареешь на Камарине? Они живут так долго, что считают искусственное освещение свежим изобретением. Ты делаешь для них грязную работу и даже не знаешь этого. Альтернатива? Тебе нужна альтернатива. Оказаться здесь, это шаг в нужном направлении. Я дам золотоманше этих ублюдков и совершенно бешеное сухость. Сука! Ха-ха-ха. С тех пор, как Лакруа сюда ввалился. Страус говорил о том, что анархия причина вспышки эпидемии. Этот проклятый ведьмак сказал тебе, что... Этот проклятый ведьмак сказал тебя, что... Короче, я не могу понять ее фразу. Он думает, это мы разносим чуму. Если бы я не пообещала Найнсу быть паинькой, я бы немедленно пошла и порвала бы его на волшебные грелки. Магический ублюдок. Метатель фаерболов. Тоже не люблю треймеров. Согласна. Не сомневаюсь. Расскажи мне про эпидемию. Разносчик чумы. Дурак, который не заботит, кем он питается. Да, знаю, о чем ты думаешь. Мы не можем заболеть. Но смертные могут. А сородич, который ими питается, начинает распространять заразу. Много больных это эпидемия. И в городе появляются эпидемиологи. Надо же, с первого раза произнесло это слово. Как нам от него избавиться? Читалому может это жестоко, но необходимо. Если кто-нибудь сложит 2.2, чтобы узнать истинный источник, передаваемый через кровь болезни, угадай, что будет. Так что разносчика чумы надо найти и остановить. Если комариль не по барабану маскарад, она нам поможет. Анархи мне уже как-то раз помогали. Так что давай, рассказывай, что делать. Один из наших упырей, Пол, живет неподалеку в апартаментах в Скайлайн. Он стал сам на себя не похож. Выглядел как сама смерть, когда последний раз здесь появлялся. Говорил, что его не кусали. Но, может ты вытянешь из него немного побольше информации. Прошу прощения. Насморк. Ой. Блин. Терпеть его не могу. Я это проверю. Постой. Если Эпо не будет говорить тебе, стоит расспрашивать бездомных. Их столько умер за последние дни, что городу потребуется несколько дней, чтобы собрать тела. Вопросы. Расскажи про Найнса. Нет другого такого в мире или хотя бы похожего. Он для анархов то же самое, что Джордж Вашингтон для колоний. Что Хо Ши Мин для Вьетнама. Он воплощение анархов Лос-Анджелеса. Он великий лидер и он скромен. Я умру за него. Давай еще поставь сердечко руками. Я обязана ему жизнью. Нет никого, кто бы, кто мог бы сравнить с ним, сравниться с ним ни в Камариле, ни где, либо еще. Это все? Что ты думаешь про Ла Круа? Таким он че-то побери себя возомнил, заявившись в город и объявив его территорию Камариле. Мы выкинули их 60 лет назад. Это словно бы Англия вернулась и стала бы указывать в США, что им делать. Нахуй Ла Круа. Вау, анархи тут так долго заправляют. Давай про Джека. Джек? Джек это Джек. Он вроде как легенда среди анархов. Нет в мире анарха, который не застыл бы перед ним в восхищении. Даже Камариле предпочитает с ним не связываться. Да, он не знал. А он реально классный вообще. Он уже давно здесь, говорят, когда-то был пиратом. Поговорить с Джеком он всегда в настроении потрепаться. Расскажи про анархов. Мы это страсть Ками и свобода. Вещи, которые вы, Камарильские, просто не способны понять. Я могу долго говорить, но Скелтер говорит, что слишком много времени по тому ходе, чтобы спихнуть меня с трибуны. Спроси у него или даже у Джека. И даже если с ней попрощаться и сказать, что мы спросим у Джека или у Скельтера, она все равно продолжит. Во. Вот! Я о том, что, черт побери, в этом есть смысл. Власть надо распределить между всеми нами, а не только между несколькими. Коммунизм может подойти сородичам там, где не подходят людям. Это просто здравый смысл, понимаешь? Ага. Вопросы. Твое мнение о Камарилье. Это все мошенничество, схема пирамиды. Есть лишь покрытые плесенью вторейшины, ведущие борьбу за власть по единственной причине, чтобы сохранить свою задницу живой еще ненадолго. Еще на одно столетие его. Думаешь, у тебя есть, у тебя в Камарилье есть какая-то реально власть? Ты себя обманываешь. Ну, короче, предложила она нам их бросить. Ну, Камарилью. Не обошел. Да ничего я не сказал особенного. Так, найс. Что-то он какой-то неразговорчивый. Ставим рядом с ним, а он ни слова не произносит. Ты явился? Хорошо. Вот что я должен тебе сказать, чтобы ты узнал. Я не считаю лекции, и я не обвинитель. Я не беру акрат, я просто парень из ниоткуда, который пришел и ввязался во что-то в пять сотен раз больше, чем ты или я. Угу. Ты имеешь право ознакомиться с Ракладом. Камарилья тебе этого не даст. Они предпочитают использовать схему пирамиды. На ее вершине куча старичья. Бог знает, какими планами на уме. Потеряв власть, они умрут. Они обратили других, чтобы те осуществляли их планы. Эти сородичи обратили нового для собственных интриг. И так все дальше и дальше. У меня голова болит. Стоит только подумать обо всем этом дерьме. И в результате лишу пару человек на самом верху. Вверху есть реальная власть. А князь разве не Лиди? Лакроя дерьмо. Лакроя просто тип, который хитростью и подлостью добился звания сукиного короля местной Камарильи. Он и другие предатели, прибежавшие на сторону Камарильи. Хотя здесь править. Они еще получат то, что им причитается. Кто же вы такие? Я понял, что из себя представляет этот мир во время Великой Депрессии. Куча старых богатых убырков пострадали врагам в страну. Но они пострадали. Нет. Пострадали маленькие люди. Нельзя доверять людям. Людям наверху. Мир стал бы намного лучшим местом без них. Все, что можно сделать, это собрать команду из тех, кто не является засранцами. Найти место, где приткнутся. И пару раз сделать пример из в кавычках элиты. Чтобы прочие не совались. Здесь все равны. Как и было когда-то задумано в этой стране. Вот чем был Лос-Анджелес. Страна свобода анархов. Значит, Камарилья тут недавно. Занису Камарилью уже выкидывали отсюда. Мы, анархи, больше не хотели играть в их политические игры. А теперь Локруа и его команда валили словно никогда и не уходили. А, ни за что. Их законы нас не касаются. Вы пробовали с ними встречаться? Вот и моя встреча. Успокойся. Ммм, похоже, ты князь анархов. Да, совсем. Ничего подобного, опять новичок не разбираешься по... Не разбер... Разбрасывайся подобными словами, господи. Рискуешь получить по башке. Я сражался за то, чтобы Лос-Анджелес оставался свободным с тех пор, как был обращен. И многие годы спустя я остался единственным, кто не бросил это и не перемехнулся. Старший ветеран на поле боя. Старейший. Это не поклонник князя. Ла Круа олицетворяет все, что я ненавижу. Камарилю, зажравшихся аристократов, богатых бизнесменов, продажных политиков. Единственное место, подходящее Ла Круа, это урна. Слушай, в топку тоже неплохо. Дай совет. Вот что я говорю всем новеньким. Первое, если потеряешь бдительность, кровь превратит тебя в чудовище. А если начнешь тут быстро, тебя быстро успокоят. Второе, не убивай, когда ешь. Нет никаких причин. В этом городе уйма возможности накормить звери. Не оставляй за собой следа из мертвецов. Лесе Камариле полна дерьма. Четвертое, не поворачивайся к врагам спиной. Никогда. И последнее, научись драться, потому что разговоры не способны. Тупую задницу, когда уставишься в дуло троповика. Научи меня драться. После того, как поднял твою задницу там с тротуара. Да, могу тебе сказать. Ты не владеешь даже основами. Держи руки вот так и наклони тело под углом. Так труднее по тебе попасть. Не зажимай большой палец в кулаках. И вкладывай в удар весь свой вес. Слушай, они мне как бы за спины дали битой по башке. Как ты думаешь, мне бы помог этот удар? Спасибо, Найнс. Лос-Анджелес бьет с носка. Так что держи своих друзей близко, врагов поджаренными на узельках. Как только... Как только уладишь дела с лукро, не трать больше на этого сукиного сына времени. Я буду приглядывать за тобой, малыш. Вот эта фраза, о которой я говорила. Он произносит ее на английском. Лос-Анджелес бьет с носка. Во. Правильно. Правильно я все-таки ее запомнила. Ладно. Дыши. Проваливаем отсюда. Уже есть смысл поговорить с бомжами. И может быть уже начать... Начать... Квест с этим... С разносчиками. Как вы помните, я люблю, как говорится, по 200 раз не бегать в одно и то же помещение. Что убирайся, оставь меня в покое. Расскажи про больных. Правда? Нет, я не верю тебе. Ты пришел со моими алюминиевыми банками, верно? Ты их не получишь. Убирайся. А ты не помнишь, мы же ночевали вместе. Окей, все. О, что я знаю, что старый Билл жестянка не с чушь, а каком-то чудовище, которое утащило его куда-то и заразило. Это все, что я знаю, все, что могу сказать. Где он? Ну, обычно он нашивается в перилке напротив бара. Спасибо. Что-то его как-то высоко занесло. Слышь ты? Блин, я не могу его шлепнуть. Ну ладно. Кто здесь, а? У старины Билла уже не слишком хорошее зрение. Это ты, Фред? У меня сегодня нет бухла, так что можешь проваливать отсюда к черту. Это не Фред Билл, мне нужно рассказать. Мне нужно рассказать. Господи, расскажи про чудовище. Да, это я могу. На сегодня я чувствую жажду, мистер. Не доложите пара баксов человеку, которому крупно не повезет. Да, как только ты мне все расскажешь. Спасибо большое. Надо пойти взять какого-нибудь самогона для медицинских целей. Я знаю, вы не поверите Билле, потому что я рассказывала многим моим друзьям и копам и всем с тех пор, как это случилось. И люди просто говорят, что это пьяный треп и больше ничего. Рассказывай. Это было чудовище, понимаете? Чудовище с уродливым и искривленным лицом. С зубами длиннее, чем ваши пальцы. И эти глаза желтые, как моча и полные ненависти. Я никогда не видел подобных глаз. Все еще снялся мне в кошмарах. Что произошло? Он схватил меня, перебросил через плечо, отнес в плохое место, темное место. О боже, запах похоже... Запах хуже всего, что я... И тогда он укусил меня. Моя шея, о боже, это было ужасно. Не очень-то помню, что было потом. Отрубился и проснулся здесь, в моем переулке. А с тех пор чувствую себя не очень. Где чудовище? Куда оно тебя унесло? Оно из канализации, это точно. Прямо тут, за углом. Не хочу возвращаться в это плохое место, дружище. Не дай чудовищу вернуться и уволочь меня туда. Спасибо за инфу. Умирай быстрее, пожалуйста. Вот облом. Умирай быстрее, пожалуйста. Еще никогда я не говорила никому такую гениальную фразу. Блин, дерьмо. Что у тебя тут, кстати? 7. А взлом у тебя сколько? 4. Ловкость и взлом. Взлом 6. Ловкость 8. Ну, в чем твоя проблема? А, точно. Потому что кто-то разучился считать, по-моему. Ну, ладно, короче, кровь используем. У меня, кстати, появилась тут недавно такая гениальная и одновременно ужасная идея. Наверное, не знаю, для кого тут она гениальная, для кого ужасная. Вы уж сами там решите. Я хочу пройти вампирный мускурайт Бладлайнс без всяких там таблеток, без всяких улучшений графона и так далее. То бишь, в оригинальный. То есть, со всеми багами, без абсолютно пащей, без улучшений, без всего. Я хочу вот прочувствовать вот этот вот весь трэш, который прочувствовали все те, кто играли в эту игру в 2004 году, когда она только вышла. И, тем более, в коллекционном сборнике, по-моему, есть такая возможность установить чисто оригинал. Короче, я хочу попробовать, попробовать хочу это дело. Так я взять хотела. И отпустить, пускай. Дышь, дышь. Нормально. Все, полетели. Болтать. Вот с ним. Нашел дорогу сюда, верно? Идя на запах внутренности и внеющей плоти. Хочешь получить бесплатное обед, аркава, сосик? Мясо в моем царстве в изобилии. Кто-то. Братом Канкером зовут меня. Верховный правитель в зловонных залах мертвецов. Посмотри вокруг. Кроем раздувающиеся тела, кишащие червями смертные оболочки. Они знаменуют наступление новой эры. Что тут творится? Братство девятого круга. Черный рассвет уже настает. Приди, присоединись к нам в эти последние ночи. Распространяя нашу заразу по земле. Разделяя сию нечестивую веру с нашей смертной паствой. Заткнись. О чем ты? Двери уже открылись. Печати сломаны. И лишь последние шаги в бездну. Ужасающее таинство девятого круга. Почему ты питаешься бездомными? Они слабые, больные, никому не нужны. Я даю им новый смысл существования. Они сосуды тьмы, несущие заразу в своих живах. Так-то он стрёмный, а вот глаза красивые. Я не понимаю. Приди. Примкни к собравшемуся здесь последователям плавающим в собственной гниле. Я покажу тебе таинство братства, вкушая свою собственную плоть. Не попал, не попал. Съебался, блядь. Я правда не помню, что у меня там по батрашам. Кис-кис-кис-кис-кис. Ой, плохо у меня всё по батрашам. Ну ладно. Сольём его, насколько это будет возможно. Сольём его. Срали, один патрон. О! Блин, сейчас придётся идти туда и его бить. Что-то у меня совсем в горле пересохло. Ну давай, дохни. Вот дерьмо. Ладно, пошли. Камхер! Братец! Кролик. Ну вот, примерно вот так, короче. Он один раз нас шлёпнул, и всё. О, плюс маскарад. А нахер оно мне надо? У меня полный маскарад. Мы же хорошие вампиры. Мы не хотим причинять никаких неудобств комарилье. Да и, собственно говоря, всем сородичам Лос-Анджелеса. Ну, это пока. Это ненадолго. Вот начнём питаться, не посмотрев назад. Вот и сразу будет весело. На самом деле, когда питаешься в городе, на открытом пространстве, сложно уследить там, кто куда пошёл. Потому что народу у них по ночам ходит уж очень много. Ночью надо спать. Ну, хотя, с другой стороны, не ходи ночью народ по улицам, нас бы не было жратвы. Давай-давай, перепрыгни. О, малоса. Мне сегодня везёт. Вам везёт, Петрович. Это не было сейчас рекламой. Продолжение следует... Поехали Вот прям хочу минута в минуту. Если смотреть по времени, которое я засекала, то у нас еще есть целая минута записи. Поэтому дойдем максимально до какой-нибудь точки в этом городе. А куда мы, кстати, идем? Что-нибудь мне скажет? Давайте пойдем навестим Ларри, раз уж на то дело пошло. Какая долгая минута, ё-моё! А вот и минута прошла! А вот теперь на этой прекрасной ночью серию мы нашу завершим. Всем спасибо за внимание, до скорой встречи!